Всем здоров, ребят! С вами Фабиан, и сегодня мы продолжаем играть в Until Dawn. Я не помню, какая это уже часть будет, но мы прошли довольно много. Ого! А, и мы начинаем... Вот отсюда прям мы остановились на... А, вот здесь мы подошли... Эшли! И посмотрели вот на эту штучку. Посылочка у нас, и там какие-то журналы, газеты. А, и мы остановились перед лестницей, которая спускается довольно стрёмно вниз. Но, собственно, продолжим. Блин, она вся в кровяке. Не особо приятненько. Ну, хорошо. Давай так, быстрее ты можешь идти? Можешь, давай. Блин, Крис очень быстро начинает уходить вперёд. Оп, оп, оп. А, мы можем с ним поговорить. Я тут псих. Весь этот бред, который тут творится. Я чувствую, что мы что-то упускаем. Какую-то... Ну, какую-то связь. О чём ты вообще? Я понимаю, о чём ты. Только... Откуда нам это знать? Да, ты прав. Поговорили вообще, царские? Друзья, вот туда мы можем пройти? Или нам туда и нужно, и мы можем наоборот вот здесь осмотреть? Ой, нет, такое лицо. Оно только типа... Так, окей. Крис, подвинь жопку. Всё, идём. Идём быстрее, давай. Вот опять он застрял. Он то идёт впереди, то застревает. Ну, что за человек? Ой, что это? Аккумулятор какой-то? Какой-то аккумулятор? Да, два аккумулятора. Аккума и... Свет и телевидение. Найдена улика. А чё-то всё искрыто так стрёмно. Так, давайте подождите, посмотрим, может у нас что-нибудь здесь... О, господи, офигеть, сколько всего нового. Так. А, таймеры. Батарейки и таймеры. Найдено в старом отеле. Батарейки, переключатели и таймеры, соединённые в единую систему. Кто-то с их помощью дистанционно управлял электронными устройствами. А, там разве было как-нибудь дистанционное управление чем-нибудь? По-моему, там вроде ничего особо и не делали. Так, специализированный каталог лампочек. А, подождите. А, возможно, вот эти две вещи связаны как раз. Возможно, вот эту лампу можно дистанционно подцепить. Так, ну хорошо. Давайте пойдём дальше. Крис, пожалуйста, давай пойдёшь с нами. Как-то нехорошо. Ну-ка. Что это вообще-то? Можно на это посмотреть поближе? Смотрите, это какой-то полуманекен. И ничего хорошего он не предвещает явно. При этом прибитый к деревянной доске. Так, там у нас ничего нет. Слышали эти звуки? Кого-то плачет кто-то. Кто-то плачет? Блин, опять дверь сзади закрылась. Ну почему? Блин, ей уже так прям не на шутку стрёмно. Реально. Блин, свиная. Да что же это такое? Туши еще. Отвратительно. Жесть. Это явно не триеды. Тогда зачем это здесь? Блин, дичь какая. Здесь всё как в дешёвом ужастике. Серьёзно. Найдена мёртвая свинья. Жесть. Почему она здесь висит? И явно недавно висит с неё, так капает прилично. И где вообще её взяли? Не может же этот чувак там в подвале свиней разводить, правильно? Вот ещё один такой же манехен. Блин, аж отойди. Стой. Посвети на него. Да что ж ты? Посвети на манехен. Она не может светить туда. Ну чё за дурочка? Давай, давай, давай. У тебя получится. Она не может посветить, но это невозможно. Вот только мимо вот так. Пошла нафиг. Всё. Так, вот здесь мы можем что-то открыть. Или просто подёргать хотя бы. Ой, мы можем открыть. Подожди, давай не пойдём. Сейчас давайте проверим сначала. Вот здесь что? А, здесь они прямо уже дальше идут. Тогда давайте... Эй, эй, где? Да, вот давайте зайдём вот в эту дверь. И здесь что это такое? Проектор? Это проектор? Серьёзно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, включай. Эй! Кажется, что она слишком простая. Господи. Это с прошлого года. Как раз когда снимали, похоже, когда Ханну развели жёстко. Эм, как-то... Как-то немного неловко. Блин, жесть. Я не видела эту запись. Ханна такая... Какая такая? Радостная. Это Ханна. И живая. Ханна. Она ещё не знает. Жесть. Ой-ой-ой. Просто жесть. Ух ты. Я не забыл, что ты это поддерживала. Да вы виноваты. Это ужасно. Ханна, нет, стой. Это просто... Тебе понравилось? В этом и весь ужас. Мы просто устроили розыгрыш. Думали, что весёлый. Да. Весёлый. Не хочу больше это видеть. Блин, получается, за ними кто-то прям... Очень... Хорошо следит и... О, Крис, 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 Крис. Что это такое? Эш, Эш, стоп, успокойся. Этого не выдержу, призраки, это видео. Вся эта летающая... Успокойся, Эшли, послушай меня. Почему я должна успокоиться? Я в шоке от всего этого. Подумай, это всё кто-то подстроил. Ура, что просто... Послушай, призраки не включают видеокамеры. Ну подумай сама. И кто же всё это подстроил? Серьёзно? Ну кто? Ну не знаю, может тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Да, да. Жесть. И у которого может быть Сэм прямо сейчас. Наверное, ты прав. Я этому не рад. Сначала эти куколки в домике, расстановленные так же, как... Когда ребята... Короче, разыгрывали Хану. Теперь... Съёмка с каким-то неприятным скримером в конце. При том, что они сами не видели этой записи. Видимо. Так, что здесь? Здесь следы грабища по полу. Плохо, 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 плохо. Вдруг это Сэм. Попробую открыть. Есть, но чёрт, она тяжёлая. Осторожно. Пролезай, не мог долго держать. Она на пружине, что ли? Ничего, как? Давай, скорее. Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Да ну не Сэм. Ну я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашёл сюда, и нам бы поторопиться. Не, брат, только не разделяйтесь. Прошу вас, идти за Крисом, конечно. Нахрен, не, не надо выяснять. Хорошо, я иду. Опа, эффект бабочки сейчас. Давайте посмотрим. Так. Держаться вместе, потому что, блин, ну... Если бы они разделились, это опять было бы как в Скоби-До. Так, всё. Мы держимся вместе с Крисом. Разделяться это совершенно плохое. Какой вариант. Какой он страшный, блин. Я не пойду туда, нет. Пожалуйста, Крис, иди один. Можно выйти обратно? Я не хочу, я не люблю клоунов. И вообще, он там стоит. Крис, иди, иди, иди. Если я буду тебя толкать, может, ты пойдёшь туда, пожалуйста, давай. Что это здесь? Что это, что это? Что-то дымится какое-то. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дуба. Угу. Так. Дерьмо. Блин, этот звук ещё нагнетающий. А, ладно, пойдём. Стой. Это же... Твою мать. Да, это одежда Сэм. Он... Больной. На всю голову больной. Ребята, вы уверены, что это не она? Наверняка. Это же просто, да, манекен? Надеюсь, нет. Как? Это вообще сюда попало? Вопрос на миллион. Жесть. А! Он спёр, кстати, одежду Сэм, когда она была в ванной. Значит, это, скорее всего, не она по-любому. Так, да? Так ведь, правильно? Да бегите уже быстрее. Ну хрен ли вот стоять всегда. Давай, 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 давай. А, дверь. Ну-ка. Мы можем? Это же она вообще, или что? Ну давай. Да, это она. Она жива? Нет, 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 она жива. Подождите, эффект бабочки. Срочно. И не один. Беги или прячься. Крис и Эшли нашли Сэм. Всё. И здесь держаться вместе. Новая Эшли не увидела, кто был в мастерской. Крис и Эшли нашли манекен, одетый как Сэм. Да, это манекен, всё хорошо. Всё нормально. Откуда ты знаешь? Она живет. Что с ней такое? Её вырубили. Она без сознания. Крис такой спокойный. Очень плохо. Очень плохо нужно забрать её отсюда. Дерьмо. Крис! О, чёрт! Ну, давай. Да ударь ты его чему-нибудь. Крис, вали! Не подходи, говни! Оп, оп, оп. Давай. О, ножницы. У нас были ножницы с того раза. Шикарно. Нет, 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 нет! Живи и учись! Что? Дерьмо. Живи и учись! Говнище. Почему нельзя было ему фонарём фрыла дать? Жесть. И они сидят теперь? И что они делают? Они привязаны? Или они просто... Что? Что здесь происходит? Ладно, они хотя бы оба живы. Они живы, но... Так, у Криса одна рука привязана, а вторая рука нет. Боже мой, нет! Господи! Крис! Кровожанная ублюдась! У неё обе руки. Получается так, да? Господи, мы умрём, Крис! Я не хочу умирать! На столе что, лежит ствол? Если им сейчас опять дадут выбор, это будет просто дико жёстко. Дико жёстко. Ну, сейчас самый момент, чувак. Прямо то, что нужно. Мать, Крис! Прости! Я должен был прямо сказать! Блин, Крис! Надо выбираться, ну, ребят! Это мы отсюда выберемся! О, Господи! Твою мать! Опять Пилатыш! Что ж за говно-то такое? Я тебя пусту! Ну что ж, мои дорогие подопытные... Нет, ну чё, боюсь, Крис! Не бойся! Правильно делаешь. Вот в чём фокус. Сегодня Крис уже сделал руководную. А теперь он должен сделать ещё один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется. Будет жить. Выбор за тобой. Не бойся, Крис. Так, мы играем за Криса. Крис, старый отель. 3.11. И что мы можем сделать? Нет! О, нет! Нет, пожалуйста! Господи, нет! О, нет, хватит! Подожди, Крис, нет! Нет, пожалуйста! Нет! Нет! Нет, нет, нет! Мы можем никуда не стрелять? Давайте подержим просто и не будем стрелять никуда. Нет, нет, нет! Крис! Я не буду выбирать. Я не могу выбирать между ними. Нет, хватит! Да! Я... Не знаю, пусть компьютер сам выбирает, если придётся убить кого-нибудь. Жойстик очень жёстко вибрирует. Нет, хватит! Нет, хватит! Нет! Нет! Жесть. Ну, 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 и что случится? НЕТ! Её распилило, да? И Криса тоже. Всё зашло слишком далеко. Жесть, просто жесть. Разве не видишь, а? Не понимаешь, что это истязание пора прекратить? А? Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Что в тебе такого особенного? А? Ножницы в плече. Вот чего в нем особенного. Таких, как ты, в психушку надо! Блин, жесть, конечно. Ты соображаешь, что ты творишь? А? Что ты вообще творишь? Чудовище! Ты чудовище! И, собственно, ребят, на этом мы остановимся. Потому что, ну, во-первых, это конец предыдущей главы. Во-вторых, какой-то очень тяжелый эпизод получился. Вот. И нужно как-то это дело переварить. Прежде чем идти дальше. В общем, ребят, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. И мы продолжим в следующий раз. Всем спасибо большое за просмотр. С вами была Фабия. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok